Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Никитина Наталья, компания «СКБ Контур». Это компания, один из крупнейших в России компаний-разработчиков. Занимаемся мы в основном SaaS-системами, то есть это различные сервисы для различных типов бизнеса. Основные направления деятельности – это электронный документооборот, плюс это один из крупнейших удостоверяющих центров в стране. Ну и есть иные сервисы, допустим, сервис поиска для проверки контрагентов. У нас достаточно разноплановая деятельность. У нас есть крупный бизнес, средний, у нас есть сервисы только для малого бизнеса, у нас есть сервисы для так называемых уполномоченных представителей, когда один бухгалтер или одна компания ведет бизнес нескольких компаний. То есть очень разные. Самая главная тема – это изменения в 63 ФЗ, то есть их вступление в действие, нормативно-правовые акты, в разработке которых мы принимаем участие, судьба удостоверяющих центров, вопросы аккредитации по новым правилам, вопросы вхождения в сеть доверенных УЦ, ФНС. Вот эти вопросы, которые нас интересуют. Это не первые у нас изменения за последние десятилетия. То есть у нас был один ФЗ, потом возник 63 ФЗ, это тоже были значительные изменения, и там были тоже определенные риски. Это просто очередной виток. Мы бы хотели, чтобы эти изменения привели к тому, чтобы электронный документооборот в России стал развиваться, а не наоборот. Чтобы бизнесу было удобнее, легче пользоваться электронной подписью, все, что с этой темой связано с одной стороны, с другой стороны, чтобы действительно эти изменения, это уже сейчас, кстати говоря, на первом этапе произошло, привели к тому, что те мошеннические схемы, которые имели место в сфере электронной подписи, в результате стали невозможными. Очень хочется, чтобы она стала фактом жизни. Очень не хочется, чтобы в этом плане были предприняты какие-то действия по изменению влияния определенного структуры бизнеса на электронную подпись. Чтобы рынок развивался динамично, чтобы все, кто хотели принимать участие в этом рынке, соблюдали правила, чтобы они могли это сделать. В том варианте закона, который был принят, есть вот эти очевидные коллизии, которые могут привести к тому, что у нас определенные бизнес-процессы, вот сейчас мы не понимаем, как это будет работать. Ну и, естественно, мы обеспокоены, потому что не хочется, как я уже сказала, чтобы электронный документооборот стал более рисковым, более сложным. Хочется, чтобы было наоборот. Тем более, что наш бизнес, в основном, это электронный документооборот. Я сегодня в рамках рабочего стола сказала, почему-то у нас в России законодательный процесс начинается не с исследования бизнес-процессов, на которые это повлияет, а с просто обсуждения каким-то группой, что же нужно изменить. И в результате, да, часто бывает, что в законе возникают сценарии, которые не учли. А поскольку закон уже принят, то быстро исправить это не представляется возможным. Я не знаю, возможно, в мире это тоже так. Не могу сказать. Но вот хочется, чтобы больше привлекались экспертов именно в законодательстве, бизнес-аналитиков, для того, чтобы по максимуму это учить. Но чудес не существует. Сто процентно учесть сценарии, наверное, все равно нереально. Побольше дискуссионного формата. И хочется пожелать именно это, потому что люди, которые сюда приезжают, мне, по крайней мере, было бы интересно мнение услышать людей, которые работают в каких-то смежных сферах бизнеса, которые могут подсказать, опять же, какие-то вещи, какие-то сценарии, которые мы не учли, какие-то варианты, как можно ту или иную ситуацию обыграть. Поэтому дискуссионный формат, вот кажется, будет более, то есть просто больше пользы принесет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова